В этом выпуске мы хотим поговорить о казахской национальной посуде. Во многих семьях мы сегодня в домашнем обиходе можем увидеть Астау, Тегине, Ужау, Казан. Вот мне интересно, технология изготовления, она сохранилась с древних времен до наших дней или же претерпела некоторые изменения? И почему казахи предпочитали кисломолочные продукты хранить в емкости из кожи, а подавали блюда в посуде из дерева? И принципиально, например, чем отличается тот же Бокеншак от Саба или, например, от Турсака? Галина Ангелина, расскажите о самых таких ценных экспонатах, которые у вас в музее хранится. И наверняка есть такие, которые использовались хозяйками еще в XIX веке, да? В фондах Историко-Краевического музея имеются ценные и уникальные экспонаты XVIII, XIX, начала XX веков. Эти экспонаты представлены как в экспозиции зала, которая называется «История казахского государства, казахская этнография», так и в фондах нашего музея. На витринах представлены, наверное, самые интересные, да? Да, в витринах мы показываем самые интересные. Это, например, астау, блюдо для подачи мяса в этой витрине. Это ожау, ожау-лар, здесь вот три единицы, тоже конец XIX века. Но это дерево и тоже дерево, или тоже, или здесь кожа используется? Дерево, если вот взять ожау, инкрустировано серебром и костью. Ну, это очень ценно. Это очень ценно, да, эти предметы занесены в государственный реестр нашей страны. Ожау, ожау-лар, да, здесь три представлено. Они все разные, пока подача разная, мастерами изготовлены разными. Но здесь сохранены, конечно, все традиционные черты, вся традиционная техника. И самое важное, это из цельного куска дерева. Даже те же завитки, те же колечки, изображение в виде стилизованных рогов барана, все эти завитки, все изготовлено из цельного. Нет ни приклеенного, ни прибитого. Все из цельного куска дерева. Ручка длинная в основном у половников, в отличие от саптаях или ковшей. Поэтому вот ручка и само дно широкое и глубокое. А если посмотреть внимательно, то напоминает глаза совы. Вы обратили внимание, так как сова, мы знаем, у многих кочевых народов, у казахского народа, это птица священная. Эту птицу охраняли птица, когти, перья, которые используются в качестве оберегательной функции. Также инкрустация костью, вот белая часть половника, инкрустация чистым серебром. Такие вот специальные бляшки использовались. Но здесь они не просто серебро, тоже имели значение, не только декоративное, но и смысловое значение. Если идет штамповка серебра, то обозначает знак, здесь зачастую знак тоже благополучия, тот же орнамент спирали, вечность жизни и благоденствие. То есть все на сохранение здоровья и продолжение рода. И вот интересный деревянный половник, он полностью изготовлен из дерева, из березы. Все эти колички, все буквально завитки, вот в кружочке все орнаментировано, и подача тоже уникальная, интересная. Но эти половники, они датируются конец 19-го, начало 20-го веков. Поэтому более 100 лет им. Мы их очень бережем, храним, как память. Нам нужно передать это своим потомкам. Астау – блюдо для подачи мяса. Здесь астау предназначено для подачи целого барана, сваренного мяса. Казахи, в основном, будем говорить, на севере, в нашем регионе, подавали мясо целыми кусками. Это говорило о достатке, о радушии. И вот именно о сытости и так далее. Поэтому астау тоже изготавливали из цельного куска дерева, как и табак, и шаравси. Обязательно это были твердые сорта деревьев, дуб, березы и так далее. Но я смотрю, здесь нет инкрустации, но наверняка раньше были и астау, которые украшались орнаментом. Да, украшают орнаментом не только для придания декоративности, красоты, украшения, но и, конечно, для того, чтобы вот если семья пережила какие-то, не только вот в годы, в годину бедствий каких-то, этот орнамент, он предназначался для сохранения потомства, сохранения того, чтобы больше не было оберега, в качестве оберега. И, ну, в степи, в каждой семье украшения, не каждая семья именно применяла техники орнаментации. На севере это были более суровые условия жизни, более шести месяцев зима, как вот современно мы видим. Поэтому там изготавливали посуду, особо не украшали ранее. Это пришло, конечно, уже позднее. На юге встречается чаще украшение орнаментом. Там тоже и керамическая посуда, мы знаем, что это из глубокой древности. Это и посуда из дерева, из металла, да, там очень много. И вот более разнообразной орнаментации как раз на юге, на западе. Здесь более меньше. А как вы получили эти экспонаты? Это принесли вам в дар? Или это вы в результате вот этнографических экспедиций вы нашли? Да, в результате этнографической экспедиции в 80-е и 90-е годы жители нашей области, нашего города дарили, в основном в дар. Передавали. Да, передавали в музей. И вот столько времени хранятся. Но не сохранилось, да? Кто, какая семья? Да, к сожалению, записей нет. Именно какая семья. Ну, есть, конечно, и данные. Это в основном вот Жамбулский район. А у Жамбулского района передавали жители. Но фамилии, к сожалению, не сохранились, не указаны. Я смотрю, здесь есть подойник. Он же из кожи делался, да? Это такой трудоемкий был процесс изготовления. Да, подойник – это изделие из кожи. Здесь подойник начала 20-го века. У нас таких подойника три. То есть два одинаковых по размеру и один побольше. Вот именно представленный в витрине подойник, у него интересная легенда. Я записывала ее сама. Подойник был привезен из города Алматы коллекционером нашим местным, города Петропавловска, Еропкиным. И когда он принес и начал рассказывать, мы, конечно, удивились, да. Так как, когда он рассказал, что подойник обнаружил два подойника, один большой, другой маленький, лежал буквально в мусорке. Да, кто-то его просто выбросил. И он эти подойники поднял, посмотрел и привез, принес в музей. Подарил музею. В 2007 году передал в музей. И вот я описывала, как раз-то и начала исследовать, как же обрабатывали кожу. Вот интересно. Да, интересно очень. Оказывается, вообще эти изделия из кожи, они изготавливались из шкуры животных. И эти шкуры, конечно, они очищались от шерсти, от всего, да, остатков, там, мяса. Очень хорошо, хорошо очищались. Затем долгое время нужно было поместить их, держать в Айране, в кефире. Да, долгое время очищали. Затем обязательно необходимо было прокоптить. Каким образом? То есть дымом таволги или березы нужно было обязательно прокоптить. И только потом уже прокопченую смазать жиром, конским или маслом. Ну, животного происхождения. Очень хорошо обмазывают. Он потом уже впитывается, этот жир. И кожа практически готова. Но она тоже для того, чтобы уже изделие изготовить, должна была хорошо-хорошо, вот именно прокопчена. Именно только закоптилую кожу используют для уже, используют это сырье. Вот смотрите, вот это вот, по сути, как бы ведро для того, чтобы доить, да? Да, для доения к оболицы. Но интересно, она же еще и украшена, эта посуда. Казахово, простое ведро, но смотри, там орнамент и украшена конским волосом. То есть это довольно-таки необычно. То есть уже даже таким вещам придавали такую красоту пытались. Ну, как есть же поговорка, посмотрев на посуду, определишь хозяйку, да? И поэтому у казахов очень бережно и именно вот относились философски к самой посуде. То есть посуду нужно обязательно было держать в чистоте. Посуда готовилась из экологически чистого материала. Это дерево, кожа, кости животных. Ну и, конечно, кожа, это и металл и так далее. Но вот в данном случае куник, он предназначен для доения кобылицы, вот с носиком, для того, чтобы уже подаив, можно было, да, слить уже в другую емкость, тоже желательно из кожи. А если для подачи блюда готова, из дерева. Но вот здесь вы правильно заметили, конский волос, это волос жеребенка. Да. То есть полностью все материалы из природного происхождения, натуральные. Это для чего? Для того, чтобы сохранить для сохранения здоровья человека, экологически чистый материал. И орнаментация была тоже не случайна. Это в качестве оберега, оберегательная функция. И орнамент, он тиснение, вот эта техника тиснения по коже и создание орнамента, это носит глубокий смысл. И корни именно создания орнамента это уходит глубоко в древность. Здесь в основном кошка армиюс, да, и он полностью по изделию. По изделию украшен, вот именно в данном случае на торсике. То есть это бесконечность. Плодородие. Плодородие, да. И сам знак прагабарана стилизованный, кошка армиюс, архармиюс. Это вот все, все знаки, которые говорят о благополучии данной семьи. Ну, рядом еще я смотрю шара, да, и торсы, да? Ну, это табах. Шара, он, стенки глубокие, да, а дно глубокое, с высокими стенками. А это в данном случае табах из цельного куска дерева. Здесь уже используется природный материал дерева. В основном, если говорить о нашем крае, это береза. Из твердых сортов дерева изготавливают посуду для подачи мяса, для подачи молока. А вот из мягких сортов дерева используют предметы, например, для хранения сыпучих продуктов. То есть того же зерна, так как наряду с основным хозяйством скотоводства занимались и зимнеделием, поэтому и используются такие сорта деревьев. Ну, в основном в нашем крае это береза, дуб, ну и, конечно же, и другие сорта. А вот это из кожи, получается, торсок сделан, да? Торсок из кожи. Это современное изготовление. Уже современное. Да, то есть мы видим преемственность поколений, наследие наших предков. Оно передавалось веками из уст в уста, технологии изготовления, техника создания, орнаменты и так далее. Все сохранено. И данный предмет торсок это изготовлен мастерами из города Кокшетау, Рустемом Шариповым. У них мастерская по изготовлению различных предметов из кожи, из металла и так далее. И мы сотрудничаем уже много лет. Они представляют художественную цену? Да, да. Сохраняя все вот эти технологические приемы, те, которые передали предки нам. И получается еще, я понимаю, вот это футляр для пиау, да? Да, теркеш. Очень удобно. Мы знаем, что казахский народ, как и другие кочевые народы, основное хозяйство это кочевое скотоводство. Разводили лошадей, верблюдов, коров, овец, кост. Ну, незначительное количество, но и козы. И вот именно для кочевания, для перекочевки, необходима была удобная посуда, утварь. И все, вы заметите, что здесь, где прикреплены ручки, они, если взять теркеш из кожи, повесить на кириге, прикрепить, приторочить к седлу, прикрепить к поясу и так далее. Для удобства. Это при верховой езде, при перекочевках. Поэтому все было предназначено для использования кочевого образа жизни казахов-кочевников. Этот экспонат, он называется саптаяк. У казахов вообще, если добавляется слово аяк, это значит предмет для напитков, то есть вода, айран, шубат, комыс и так далее. Все предназначалось именно для жидкости, для жидкости. Этот предмет, он напоминает ковш, ручка такая своеобразная, она исполнена, если приглядеться, образ животного или птицы. Также используется это и в орнаментации, подаче изготовления ожау. Тоже, если внимательно посмотреть, тоже напоминает какую-то, например, часть какого-то животного или клюв птицы. У нас есть тоже половник уже конца 18 века, можете посмотреть, и это как раз наглядно доказывает представленное. А молоточек, что такое красивое, костью инвестировано? Молоток для колки сахара. Мы знаем, что в прошлом сахар был больших размеров, наши дедушки раскалывали специальными щипцами, даже у моего дедушки сохранились, он мне передал как наследство такие щипцы специально для колки сахара. Использовался такой же молоток для этой цели. И орехов, например, в южных районах Казахстана, где выращивают их очень много, раскалывают при помощи такого молотка. В витрине показан инкрустированный молоток. Здесь материалы природные дерева, береза, затем кость животного, в данном случае кость барана и серебро. Этот молоток у нас уникальный, конец 19 века, исполнение местными мастерами. К сожалению, при передаче в музей не записывалась, не делалась полная запись, то есть с датчика и только известный год и вот материалы указаны. Из какого района тоже? Нет. Наверняка это было у такой обеспеченной семьи. Ну вообще не только, во многих семьях, но вообще каждая семья умела обрабатывать. у казахов она использовала дерево, кожу, кость, украшала и это не обязательно говорило о богатстве или достатке семьи. Это говорило о том, что в доме есть мастер, есть такие умельцы. Это говорило наоборот о мастерстве, о семейном. И потом передавалась династия, целая династия, из поколения в поколение, старше передавали младшим. Все это было мало, когда записывалось, практически не записывалось, а из уст в уста, как и сейчас. Вот у нас имеется семья Калдыровых, которая известна не только в нашей области, но и в республике Казахстан и за ее пределами. Они изготавливают уникальные предметы, творческие это люди. Вот Булат Белдет Калдыров, как раз мы у него приобрели КБ, приобрели кумысный набор, но и другие предметы как раз именно казахской этнографии. вы потомственные мастер по дереву, и хотелось бы узнать вот вам технология изготовления посуды казахской национальной, деревянной, она вот изменилась за поколение, что наши предки использовали те инструменты, допустим, или сохранилась в том же неизменном виде? насчет насчет технологии я не скажу, что мы далеко ушли, но раньше, раньше, конечно, не применялись такое, как лак, например, раньше все было довольно просто, вырубалось, шлифовалось, и проваривалась она в воде, в соленой воде, мы тоже проваривали, а для чего? она, дерево быстрее высыхает, это одно, во-вторых, соль вытягивает влагу, она быстрее сохнет, и она получается, крепче получается, по концовке, ну, а в конце она смазывается жиром, это обязательно жир для того, чтобы к дереву не прошла влага, если влага пройдет к дереву, то она обязательно лопнет. Но, смотрю, зато у вас инструменты современные. Инструменты, да, у наших, к сожалению, у наших дедов не было таких инструментов. Чем они пользовались? Ну, у них... Просто один тесанк? Да, там очень мало инструментов, в основном топоры, такой вот, а для таких фигурной резьбы у них мало что было. К сожалению, они бы делали шедевры. Да, это правда, что было более такой дизайн простой был у деревянной посуды, ну, в смысле, вот у Астау тех же, да? Да. Не было вот этих орнаментов красивых. Да, дизайн был по-максимальному простой, потому что он часто использовался в обиходе, да и не было удобства же. Это сейчас вон с кранов бежит, и какая горячая, холодная вода. В те времена-то это было очень так трудоемко использовать. Но у тех же, допустим, допустим, Саба или Кисе, допустим, там ведь по Бобоку вырезался все-таки орнамент, да, тоже кошка армию есть, например. А почему на Астау не делали по краям где-то вот на рукоять? Не, ну, как бы сказать, это делалось только очень редко. Я не знаю, почему, но часто я вижу в музеях... Может быть, потому что кто был талантлив и умел, какая семья? Возможно, возможно. Это так же, как и сейчас кто-то делает просто на Абадаба, а кто-то влаживает душу. Например, может оно так и есть. Ну да, ваши работы специалисты оценивают как очень ценные. Даже в музее вот есть ваши работы. Ну, стараемся. Какие вот, какую посуду вы делаете? Только Астау или разную? Так, до сегодняшнего дня мы делали в основном Астау и хомузные наборы. Это наш, как бы сказать, хлеб. То, что используется спросом. Да, то, что большинство пользуются спросом. А в основном также делаем всякие сувениры, панно. Если перечислять, то шокпар, бисек, третий брат у меня плетет из кожи. Как интересно. По коже работает. Так, ранчику мы делали, но сейчас уже не делаем. Почему? Так, кое-что у нас там не получается. Точнее, не получается. Сложный? Да, там немножко посложнее. Туда нужны станки. обороты. А мы делали вручную. А как раньше предки делали вручную? То есть не сохранилась эта технология? Нет, технология сохранена, просто не выгодно. На него очень много времени уделяется. Сейчас проще бондарским способом такое делать. в промышленном производстве? в промышленном. Интересно. А вообще я понимаю, что вы даже делаете оружие из дерева? Ну, оружие это... Это ли хобби? Да, это хобби. Это в основном маленьким детям делаем. Такие, как сабли. То, чтобы оторвать их от гаджетов. Да. Немножко развить в физическом плане, а так. А кто вас научил вот этому мастерству? То есть это ваш дедушка или ваш папа? От кого вы переняли? Все секреты? Я лично перенял это от братьев. У меня три брата. Старшие? Да, самые старшие три брата. У меня они дипломированные. Мастера. Да, в свое время учились они в России, в Кунгуре. Вот и они в девяносто первых годах начали работать по дереву. Но они тогда не делали отсталу, они делали игрушки детские, потом дуги гнули, что пользовалось. Вот тогда не очень-то легкие времена были. Они менялись на муку, на сахар, вот так вот. Чисто бартер. А вас что привлекло именно? Почему вы решили в этом направлении развиваться? Я и вот когда они работали, я вот тогда в 12-13 лет я ходил, смотрел, что они делают. И я сам начал ковыряться потихоньку. В то время я еще шлифовал, для меня инструмент так не доверяли шибко, но под четким руководством я там кое-что делал. Пытался что-то делать, какие-то маленькие сувенирки, но это не ради продажи, а своего интереса, смогу ли я сделать, не смогу. И вот потом я все больше и больше, там фантазия, что-то хочется сделать еще красивее. Ну, потом, конечно, я отошел от... у меня все братья занимались деревом. Я лично сам хотел уйти по другой сфере, но ушел, и у меня все равно затянулось. Значит, судьба. Да, я там все бросил. Это то, что лучше у меня получается, и я думаю, так, что в этой жизни нужно делать то, что у тебя лучше получается. Но почему вы решили пойти по пути национальной посуды, домашнее утро, изготавливать вот именно Астау те же? Потому что этим мало кто пользуется, да, и здесь очень много... Это наша же культура, как бы сказать. И если это у меня неплохо получается, почему бы мне не развивать свою же нашу национальную культуру? Это было осознанное решение? осознанное, и как бы внести какой-то свой вклад в развитие хотя бы, хотя бы в поддержке творчества народного. Вот такая вот мысля. А у вас, я понимаю, что дедушка ведь тоже занимался, да, вот резьбой по дереву и сделал посуду, да? Да, дедушка мой наш занимался, ну, в основном это была столярная работа, это как сани, телеги, крупные изделия. Ну, они получают, он, получается, повлиял на ваших братьев, а уже братьев в очередь на вас. К сожалению, к большому сожалению, я не видел своего дедушку. Я когда родился, мне три месяца было, и он умер. А братья, конечно, видели то, что он делал, как он делал, он был, мол, и вот много духовного нам передал, да. Я вот у них узнавал сам. Где-то спрашивал. Да, через свои вот эти вот ошибки я доходил до этого. Ну, конечно, естественно, то, что я не знал, например, какой цвет передать, какой этот, вот это вот я у них спрашивал. Скажите, а вот почему вы в качестве материала используете именно вот березу, да. Какие вот породы дерева вот подходят для того, чтобы изготовить посуду? Для пищевых пользования подходят деревья липа, осин, но осина немножко горчит. Но мы почему березу используем, потому что она легкодоступный материал. Это во-первых. Во-вторых, можно отнести его к благородным породам дерева. Это как используется кора, почки, древесина, все практически используется. В ней нету смол, она довольно-таки прочное, плотное дерево, относится, наверное, к твердым породам дерева. Она не дает вкуса, да, какой вкус? Да, она не дает, если правильно пропитать, то не дает она вкуса, потому что только березовый сок мы пьем же. А вы не хотите осваивать еще какие-то другие виды изделий, казахские именно посуды? Потому что многие же элементы, они уже утрачиваются, да, многие? Ну да, конечно. Не хотелось бы? Охота, охота, да, но, правда, немножко сейчас пока некогда. Но в перспективе? В перспективе обязательно будем пробовать. Ну, я так думаю, что получится. Не набираете учеников? Нет желающих у вас поучиться. Желающих, к сожалению, очень мало, но до учеников пока что не нашел, потому что у меня кое-какие трудности есть. Это я вот, вот недавно только я эту мастерскую построил, недавно только этот дом построил, поэтому у меня сейчас немножко... Пока вы накапливаете материалы, опыты, знания, и все, да. А чтобы ученика, например, учить, для этого нужно время. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok